В Москве прошел 11-й международный экономический форум государств-участников СНГ. Ключевая тема СНГ плюс мир. Другими словами, как найти новые подходы к конструктивному диалогу власти и бизнеса? В мероприятии приняли участие более тысячи человек из 23 стран. Среди них представители органов государственной и исполнительной власти, Евразийской экономической комиссии, банковского сообщества, торгово-промышленных палат и международных организаций. Хочу подчеркнуть, что одной из ключевых задач СНГ на перспективу является создание передовых информационно-коммуникационных разработок, совместная реализация проектов по отраслевому внедрению цифровых технологий, расширение доступа к электронным услугам. Решение всех этих масштабных задач, стоящих перед Содружеством, безусловно, содействует целевые дискуссионные площадки, такие как сегодняшний форум. Особое внимание участники уделили социальной и демографической политике стран и сотрудничеству в сфере транспорта. Одобрен план мероприятий на 2021 год. Он объявлен годом архитектуры и градостроительства в СНГ. Для системы торгово-промышленных палат России рынок Содружества независимых государств один из важнейших. Бизнес приветствует любые интеграционные процессы, потому что если есть интеграция, начинают сниматься барьеры, начинают развиваться внешнеэкономические связи, упрощаются все процедуры. И, конечно, мы всегда с этой стороны приветствуем все эти процессы. Совет руководителей торгово-промышленных палат СНГ был учрежден при Евгении Примакове и существует 17 лет. Основная задача – развивать сотрудничество между палатами, поддерживать малый и средний бизнес, формировать единое информационное пространство. ТПП России стала инициатором создания Совета и активно участвует в его деятельности. Нам бы очень хотелось, чтобы в большей степени привлекался к обсуждению всех вопросов представители малого и среднего бизнеса. Именно те, которые работают с другими странами в рамках пространства СНГ. У нас много от них сигналов о том, что есть проблемы, касаемые логистики, касаемые пересечения границ, взаимных платежей, технического регулирования. Второе – нам бы, конечно, хотелось, чтобы в более скоростном режиме проходили решения этих вопросов. Сегодня бизнес очень быстро развивается, и решения, конечно, ждут все достаточно быстро. Нам кажется, что нужно немножко форматы поменять. Сегодня техника наша позволяет вести дискуссии дистанционно, в режиме видеоконференц-связи. Это будет быстро, это будет касаться сегодняшних проблем. И, естественно, оперативно передать их в исполнительные органы, чтобы они решались. Следующее заседание Совета руководителей Палат государств-участников СНГ планируют провести в сентябре в Ташкенте.